Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хотела бы вас познакомить с техникой ручного узелкового плетения, который известен еще как макраме. Конечно, это искусство очень древнее, но в нашей стране большое распространение получило в середине 80-х годов XX века. Самым доступным для рукодельниц Советского Союза были приложения из журналов «Работница» и «Крестьянка». Вот, например, приложение «Хозяюшка», «Подшивка». Наверное, сейчас многие из вас почувствуют ностальгию, где именно в 1986 году мы встречаем первые уроки по макраме. В технике макраме плели разнообразные кашпо и настенные панно. Сегодня мы познакомимся с одним из основных узлов данной техники. Это двойной плоский или так называемый квадратный. Но сначала, конечно, нам следует приготовить материалы, которые нам пригодятся для плетения. Сегодня у нас две цели. Собственно, научиться плести узел, так называемый квадратный, и закрепить полученные знания путем изготовления небольшого браслета. Для этого нам понадобится небольшая подушечка, которая плотно закреплена на плоскости. Две английские булавки. Вы их тоже видите. Конечно же, ножницы, но и множество красивых бусин. Для мастер-класса также нам нужны будут различные шнуры. Вы видите здесь и более большого диаметра и более мелкого. Большой диаметр я взяла для того, чтобы было максимально лучше видна техника изготовления данного узла. А вот эти красивые шнуры я взяла для того, чтобы изготовить браслет. Для браслета нам нужны тонкие шнуры, витые. Главное, чтобы их диаметр проходил свободно в то отверстие, которое есть в бусинах. Основные шнуры я взяла чуть меньше, но они должны быть в полтора раза больше, собственно, запястья, раз мы делаем браслет. И два шнура я взяла чуть побольше, подлиннее. Дело в том, что именно эти нити будут рабочими и их, конечно, нужно брать чуть длиннее. Не в полтора раза, а в два или в три раза длиннее самого изделия. Многие считают, что техника вывязывания узлов достаточно сложна. Но мы постараемся максимально просто с вами познакомиться именно с связкой данного узла. Он считается одним из простых, но для удобства я нити также еще и пометила цифрами. Сразу обращу ваше внимание, что также для удобства я взяла шнуры шнуры двух цветов. Те, что в середине, это шнуры под номером 2 и 3, это, собственно, основные нити. Они у нас используются только как основа. А вот нити черного цвета 1 и 4, это нити рабочие. Поэтому смотрим внимательно и стараемся повторять за мной. Сначала мы берем нить 4, накладываем на основные нити. Нить под цифры 1 мы укладываем на нить 4 и продеваем под основными нитями и завязываем узел между третьей и четвертой нитями. У нас получился вот такой вот плоский узел. Далее, чтобы вывязать квадратный узел, мы делаем следующее. То есть нить под номером 4, которая оказалась у нас с левой стороны, мы также заводим, накладываем на основные нити. Нить 1, которая оказалась у нас с правой стороны, мы подкладываем под основные нити и также протягиваем уже теперь между нитью 4 и 2 и завязываем узел. Вот такой вот квадратный узел у нас получился. Собственно, он действительно состоялся. Как мы можем об этом судить? Дело в том, что вот здесь вот с правой стороны мы наблюдаем замочек. Из таких узлов состоят очень многие работы в технике макраме. Ну а сейчас мы подготовим материалы для нашего браслета. Два черных шнура у нас будут основными. Я их закреплю так, чтобы мы потом оставшимися нитями на концах могли бы завязать наш браслетик. Но два вот таких вот красивых шнура светлых, они у нас будут нитями рабочими. Я их тоже закреплю на подушечке и тоже оставлю небольшие кончики для того, чтобы мы могли наш браслетик завязать. Здесь мы можем как раз и отрегулировать длину нашего изделия. Собственно, продолжаем наш урок и завязываем квадратный узел. Нить 4. Мы ее тут тоже накладываем на рабочие нити. Нить 1 мы протаскиваем под основными нитями и вытаскиваем между нитью 3 и 4. Ну а затем все в том же плане, получая квадратный узел. Берем красивые бусины. Вдеваем их в рабочие нити. И снова завязываем квадратный узел. Нить 4 накладываем на основные нити. Нить 1 под основными нитями, между 3 и 4. Вот он наш замочек. Такая красота у нас получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Вот такой браслет у нас получился. Субтитры подогнал «Симон»